Просто перегородил и непонятно, что сделал. Давайте попытаемся к нему зайти. Значит, мы, во-первых, не знали о вашем визите. Во-вторых, очень приятно познакомиться. С вами проехать. Ты что делаешь? Слышишь, товарищ? Ух ты! Никогда такого не видели, как посредине чужого участка вырезается земля и вперед. Качаются права, приглашаются блогеры. С любой точки зрения они нормальны. Вы же не... Валерий Петрович, давайте так. Мне интересно пообщаться с блогерами. Ответ на ответ. Вот я вам несколько раз. С вами совершенно неинтересно. Валерий Петрович, ответьте мне на один вопрос. Вам платят физические лица или... Ответьте мне на один мой вопрос, я на три ваших вопроса отвечу. Да, в этих самых странах НАТО сельским хозяйством, скажем так, на пахотные земли допускаются лица, имеющие специальное образование. А эти крестьяне вообще знают, где выделены их бои? Считаю, что в странах НАТО во многом лучшие подходы в каких-то вопросах. В том числе по отношению... Ты не путай суда государство. Я говорю о том, что... У нас помощь государственная малому и среднему бизнесу, например. Не путай суда помощь. Не путай суда... Абсолютно. Ну тогда... При царе горох она вырыта. Я не знаю. Ребята, всем приветики. Сегодня у нас будет необычная уборка. Уборка у нас начинается 5.47. В общем, эта вся ситуация очень сильно мега необычная. По той причине, что ребятам с одного колхоза не дают убрать свое поле. Другие ребята с другого колхоза. В общем, история будет достаточно запутанная. Но сегодня в течение всего видеоролика вы обязательно в ней разберетесь. Итак, ребят, сейчас мы как раз едем на пути к нашему полю, которое нам сегодня нужно убрать. Слева мы видим, что здесь тоже была кукуруза. Но как раз, ребят, которые нам воспрепятствуют уборке нашего поля. Здесь была кукуруза. Видно, что ничего здесь не посажено. Потом давай покажем. На улице идет дождь, поэтому пока снимаем с машины. Как только стихнет, ребят, сразу же начнем, как говорится, съемку в другом месте. Сейчас расскажем небольшую вам предысторию. Обратились ко мне люди с просьбой, что существует такая проблема. То есть одно хозяйство другому хозяйству не дает убрать урожай. Площадь 80 гектар посадки. То есть кукуруза стоит с того года, ребят. Сегодня у нас на день съемки, давайте сейчас посмотрим, 21 марта уже. То есть уже пора производить новую пассивную. Ребята до сих пор не убрали, потому что здесь им перекопали ров, переграждали дорогу. Ну, в общем, целый был экшен. И сегодня вы в этом ролике все узнаете. Ребят, сейчас прямо у вас в живом времени проходит уборка кукурузы. Вот он стоит у нас, один комбайн, второй уже прямо. Смотрим на урожай кукурузы. Оп, ребята, короче, пошли. Вон он есть, пошел. Пошел, 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 пошел. Вот так, ребята, мы помогаем, помогаем нашим фермерам собрать урожай. Ну, ждем сейчас вот эту вот организацию, которая и вас препятствует. Сказали, ребята, по-любому должна подъехать. Ну, а мы, как говорится, ее пока ждем. Вы представьте себе на секундочку. То есть люди занимаются благородным делом, непростым в сегодняшней ситуации. То есть сколько различных факторов, да, которые, ну, скажем, и так усложняют работу вот таким вот ребятам, таким фермерам. И еще существуют, оказывается, такие персонажи, которые воспрепятствуют уборке этого урожая. Жень, ну, расскажи, пожалуйста, ты как юридический специалист, расскажи нам с юридической стороны вот эту вот всю ситуацию, которую мы сегодня наблюдаем. Ну, ситуация, значит, заключается в следующем. Место, куда мы прибыли, это земли частично, это коллективная долевая собственность граждан, бывших членов колхозов. Частично это уже индивидуально выделенные земельные участки. Проблема заключается в том, что часть людей, которые решили выделить свои земельные доли и выйти из аренды у прежнего арендатора, этого сфера, значит, выделили свои земельные участки, поставили их на кадастровый учет, зарегистрировали право, погасили запись об аренде, поскольку срок договора о аренде истек, и изъявили желание обрабатывать свои земельные участки самостоятельно. Прежний арендатор, когда узнал о том, что люди выделили свои земельные доли, и фактически у него использование выбыло порядка 80 гектар, чуть-чуть больше. Мы, когда выделяли свои земельные участки, мы задавали публикацию в газете о необходимости согласования земельных участков. Причем на эту публикацию остальные совладельцы участка могут написать возражение, сказать, что они не согласны с таким размером и местоположением. Ни от кого, и от арендатора в том числе, возражений на наши выделы не поступило. О чем это говорит? Что фактически все согласовали место расположения наших земельных участков. Все. А знаешь, что я услышал на вот эту мою реплику в суде от нашего прежнего арендатора? О том, что они эту публикацию прозевали. Любыми способами пытаются препятствовать деятельности этих граждан, фактически лишив их доступа к земельному участку. Вот мы сейчас находимся на гравийной дороге. Вот расскажи вот эту гравийную дорогу. То есть, вот это что такое? Это внутриполевая гравийная дорога. Значит, она отражена в поконтурных ведомостях. На момент, когда собственники этих земельных участков выделяли свои доли, это были дороги общего пользования. То есть, через эту дорогу осуществляется доступ. Доступ как раз к тем клеткам, к той клетке, которая должна быть? Да, к проблемной земле. После того, как эти земельные участки образовались, и их увидел прежний арендатор, этот земельный участок, на котором располагается дорога, был взят в аренду у администрации района. Скажи, это вообще? Сразу буду перебивать. Вот эта вся история, она, ну как сказать, закона? То есть, любой может взять в аренду? Ну, скажем так, формально, если подходить к вопросу, то, наверное, да, есть основания для того, чтобы предоставлять в аренду, но есть определенное «но». Нужно учитывать, что это гравийная дорога. Гравийная дорога никогда не может быть объектом недвижимости. То есть, это определенная насыпь, у нее нету прочной связи с землей. То есть, эту насыпь принципиально можно убрать, замостить в любом другом месте. От этого она свои характеристики не поменяет. То есть, это не объект недвижимости. А из этого следует, что я, если являюсь собственником этой гравийной дороги, а не земельного участка, не могу претендовать на то, чтобы взять земельный участок в аренду. Это вопрос первый к администрации, которая предоставляла в аренду землю под этим объектом недвижимости. Потому что прежний арендатор говорит, что насыпь гравийная – это мой объект недвижимости, дайте мне под этим объектом землю. То есть, если администрация подходила формально, она, наверное, имела полномочия. Но если бы представитель администрации выехал на место и увидел, что это не объект недвижимости, а здесь не нужно быть специалистом, чтобы понять, что это не объект недвижимости, то, конечно, этот земельный участок никогда бы не предоставлялся в аренду. А из этого следует, что все препятствия собственникам земельных участков в доступе к землям общего пользования, они фактически основаны, скажем так, на злоупотреблении права. Имея только лишь какое-то формальное основание. Более того, здесь же проблема не только с дорогой, а вот с рвом, который был вырод также прежним арендатором и единственной целью этого рва – это ограничить доступ к этим земельным участкам. То есть, специально был выкопан ров? Конфигурация этой спорной земли в том, что к ней с другой стороны подъехать нельзя. То есть, с обратной стороны этой клетки находится другая агравийная дорога, которая также находится в собственности прежнего арендатора. У этого же товарища. Да, она ограничена шлагбаумами. С другой стороны мы подъехать не можем. То есть, единственный доступ законный – только с этой стороны вдоль лесополосы. Причем, по контурной ведомости, это исторические данные, здесь есть лесополоса, вдоль которой проходит такая же полевая дорога. Ром, покажи нам вот эту вот дорогу, которая идет вдоль. Она слегка заросла, это опять же вопрос к администрации в первую очередь, почему полевые дороги находятся в таком состоянии. Безусловно, землепользователи заинтересованы в том, чтобы эти дороги поддерживать, но в ситуации, когда я монополист, я говорю сейчас о прежнем арендаторе, у меня нет необходимости в том, чтобы эти дороги продолжать содержать, ровно так же, как и администрация. Давай глянем ров. Это не наш КамАЗ? Наш. А я думаю, уже война, битва сейчас будет. Может, будет. Давай, ров. Я готова. Так, вот это мы видим ров. Вот это сегодня, или когда вы его засыпали сегодня? Это мы сегодня ночью засыпали. Это чернозем, который взят отсюда же. То есть, ров был выронт прежним арендатором. Причем, арендатору вносили предупреждение. Россельхознадзор, которое не исполнено. То есть, ров, как мы видим, он продолжает. Имеет место быть. Мы засыпали. А вообще, можешь мне объяснить, технически вот этот ров, он для чего нужен? Не для чего. Более того, это на глаза нарушение плодородного слоя почвы. То есть, здесь уже дошли до суглинка. Соответственно, плодородный слой нарушен. Более того, он не просто нарушен, но он теперь перемешан с этим суглинком. И, соответственно, вот в этой части проводить рекультивацию какую-то, ну, это достаточно проблематично. Функционально на землях сельскохозяйственного назначения таких рвов не может существовать. Давайте запустим технику, ребят. Мы не должны сегодня мешать ей работать. В реле ров единственная цель этого рва, это ограничить доступ к этому земельному участку. Прежний арендатор прекрасно знает, что мы только с этого места законно можем проехать к своей земле. Возведя этот ров, мы фактически лишились возможности проезда. То есть, у нас появилась необходимость в том, чтобы хотя бы частично организовать проезд через этот ров, чтобы мы хоть каким-то образом могли приехать на этот земельный участок. Проблема ведь заключается еще в том, что сложности во взаимодействии с прежним арендатором возникли в момент сева. Потому что, когда техника заехала осуществлять сев, прежний арендатор переехал, начал блокировать работу тракторов. Вызывалась полиция. Но, к сожалению, полиция, ну, скажем так, должной реакции мы от нее не увидели. Как обычно, ограничились осмотром места происшествия, опросами и, соответственно, отказом в возбуждении уголовного дела. Но с горем пополам посеяли. Но вот проблема теперь в том, что с прошлого года, а это урожай с 23-го года. На секунду. Да, люди не могли его убрать. Но вот уже вынуждены были идти на крайний мир. А что происходило? Что происходило? Вот как? Что значит? Ров. Ров, так. Существует. Его невозможно техники проехать. Соответственно, для того, чтобы хоть как-то организовать эту уборку, нам пришлось самостоятельно этот ров зарывать. И, соответственно, организовывать выезд. Ну и, опять же, мы не исключаем, что в любое время приедет прежний арендатор и опять будет чинить препятствия в уборке. А мы сегодня, ребят, находимся здесь, чтобы дать ребятам убрать 80 гектар кукурузы. Ребят, вот смотрите, сидим и вот он, концерт начинается. Вот, чтобы вы понимали, это переграждая дорогу. Видите, смотрите, он прямо распускает крылья. Он опускает крылья. Пойдемте, поинтересуемся, что он делает. Сейчас мы спросим, что он делает. Интересное, ребят, явление. Честно сказать, впервые в жизни вижу такую историю. То есть принципиально мы видим, да, посмотрите, опустили жадку, полностью положили жадку, распрямили, распрямили все крылья. И вот происходит, я не знаю что. То есть выехала техника у нас откуда? Выехала вот прямо вот с этого поля, выехала техника. Сначала проехала Нива, а теперь сидит, ну, выехал товарищ и здесь распрямил жадку. Давайте попробуем у него узнать, что он нам расскажет. Открой дверку или с той стороны? А, не открой. Как видите, товарищ даже не планирует не открывать дверь, ничего не планирует нам рассказывать. Просто перегородил и непонятно, что сделал. Давайте попытаемся к нему зайти. Ух, ребята, главное не выпасть. Командир, сделайте потише. Подожди, 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 я стою здесь. Аккуратно, стой. Слышишь? Уважаемый, а чем? Тебе видно его? Ну, я с этой камерой. У него музыка. А что ты сделал? Я хочу проехать. Как? Я проехать на машине, говорю, хочу. Слышишь? Я на машине хочу своей проехать. Ты что делаешь? Слышишь, товарищ? Ух ты. Слышишь? Ты что делаешь, говорю? А? Что ты делаешь? Я журналист. Что ты делаешь? Я стою, выехать хочу. Я хочу выехать. Я тебе говорю, я хочу. Где я могу? Я не могу выехать. А что ты делаешь? Ты мне что здесь делаешь? Ты объяснишь? Что сделать? Я все снял. Я все снимаю, говорю. Ты почему мне перегородил дорогу? У меня культиватор. Где? А? А вы что? Сними, иди. Пойдем, товарищи. Как? Молодой человек. Ром, сними номера его. Молодой человек, расскажите, чем занимаетесь здесь? Мужчина. Вы будете с нами разговаривать или нет? Я что, обязан, помогу. Вы не обязаны, но объясните, пожалуйста, а почему дорогу перегородили? Почему перегородили дорогу? Ребят, вот обратите внимание, что здесь сейчас происходит. То есть, даже мы не можем услышать никакого ответа. Ребята просто перегородили дорогу. И, собственно говоря, что? Зачем ребят перегородили дорогу? Давай, Рому, дальше снимать. Здравствуйте. Ты кто? Кто я? Да. Блогер. Блогер чего? Блогер на ютюбе. А, на ютюбе. Молодец. Много подписчиков. Много очень. Ой, молодец какой. Вас как зовут? Тебе какая разница? Можно поинтересоваться, что здесь происходит? Я хотел узнать, что здесь происходит. Блогеры здесь. Блогеры, правильно. Мы приехали с ребятами убирать участок. Валерий Петрович высказывается о том, что дело в суде, сейчас они разберутся, периодически вставляя фразы о том, что хочется, чтобы все было правильно. По закону, да, он даже не забывает, что мой доверитель в земельные участки выделили и поставили на кадастровый учет. То есть они полноправные пользователи в своих земельных участков. Прежний арендатор обратился в суд с иском о снятии участков с кадастрового учета. Судебного акта в обыдовольтворении иска нет больше. Когда этот иск рождался к моим доверителям, прежний арендатор просил запретить наложить арест на земельные участки и запретить любые виды сельскохозяйственных работ. Суд ареста наложил, удовлетворение требования о запрете сельхозработ, отказал. Это еще раз подтверждает, что мы и в настоящее время в период судебных тяжками имеем право пользоваться этими земельными участками без каких-либо ограничений. Выбрать такую траншею, которой в крае нигде нет, ты не найдешь такого. Это о чем говорит, что человек любыми самыми грязными способами препятствует деятельности той, которая ему ни пупостно не нравилась. То есть его не устраивает, что люди выделились не там, где он сказал. Потому что я говорил, может быть не услышали. Фактически что произошло? Они провели общее собрание, имея большинство голосов за счет выкупленных долей, за счет доверенности от людей. Сформировали, точнее подготовили проект межевания под моих доверителями. Совершенно в другом месте, где доступа нет, где есть заключение кадастрового инженера о том, что эти земельные участки там выделить невозможно. Именно поэтому мы пошли по другому пути. То есть мы фактически в законном порядке образовали земельные участки не там, где не согласовало общее собрание. Почему? Потому что общее собрание может согласовать расположение земельного участка, которое будет находиться также в долею собственности. И это важно, это норма закона, которую мы не обойдем. Поэтому мы и выделили абсолютно законно эти земельные участки в другом месте. Потому что решение общего собрания, вот то, которое ими было принято, на нас фактически не распространяется, никакой юридической силы не имеет. А вот организация проезда по чужой пашне, это как бы интересно. Давайте посмотрим. Больше интересно, что происходит, почему техника перегорождает дорогу. Для вытащить. На суть крупности, нами построены. А разве может быть дорога быть собственно? Так точно. Посмотрим, разберемся. Да, посмотрите, конечно. Вы же когда будете выкладывать, вы посмотрите. Обязательно. Мы, во-первых, увидели, обратили внимание, что как только сюда подъехали, чтобы был... А вы, как блогер, денежки получаете от подписчиков или в данном случае от... Мы абсолютно волонтерская организация, абсолютно. Молодцы. Абсолютно. Можно к вам обращаться, если что. Легко, вообще. С огромным удовольствием. Просто мы... Я просто вижу... Смотрите, пожалуйста. Я вижу организацию проезда по нашей пашне. Мы уже это все сняли. Вот, да? То есть здесь полностью... Вот наша пашня, да. Абсолютно здесь полностью все снято. Да, дело в том, что лицо... А вот теперь интересно. Валерий Петрович нам рассказывал о том, как это в середине чужого участка были осуществлены выделы. Ты когда подходил ко мне, я тебе на публичке не успел просто покасать. Что произошло? Наш любезный бывший арендатор, что сделал? Он фактически взял выкупленную долю в земельном участке, откуда мы выделялись. И одним многоконтурным участком выделил все края полей, прилегающие к дороге общего пользования. То есть я тебе говорил о том, что он любыми самыми грязными и изощренными способами будет препятствовать выделам, препятствовать обработке земельных участков. Он и здесь делает то же самое. Он фактически с края поля, выделив себе полоску, ограничил доступ ко всей оставшейся клетке. Причем это сделано не с одной стороны клетки. Это с обеих сторон. То есть клетка с северной и южной стороны прилегает к дороге общего пользования. И с одной и с другой стороны он отсел этот доступ к своим выделам. Хотя, обратив внимание, для рационального использования земельного участка, он мог, если ему нужно было выделить свои доли в этом участке, он мог сделать это, ну как это говорится, полный гон. То есть от начала до конца клетки произвести выдел и продолжать рационально обрабатывать земельные участки. Он же выделил это не так. Еще раз повторю, звук краев клетку отсек. Для чего? Естественно, для того, чтобы никто не смог выделиться, никто не смог обрабатывать свои земельные участки. Только для этого. Лесо Хамске выделилось посреди чужого поля. Понимаете? А вы, дата будет, да? Дата уборки кукурузы? Конечно. У нас есть такие, знаете, сроки агротехнические. Так. Вот эта организация выбирает кукурузу, выяснили. На Кубани это ненормально. Это где-то нормально, наверное, в средней полосе России бывают какие-то подобные условия. Здесь, к сожалению, не так. Просто у меня вопрос, я правильно понимаю? То есть вот эта техника перегородила дорогу для чего? Мы не допускаем проезд. То есть мы в данную организацию обращались. С письмами у нас есть, еще раз говорю, гражданский процесс. Вот. Пользование чужой дорогой, оно бывает либо платным, либо бесплатным. Ну, по договору. Угу. В любом случае должен быть договор. Поэтому мы предлагали заключить им договор с реветута. Платного, бесплатного. Дорога охраняется. Ну, вот это стоит денег, да, на постановление стоит денег. То есть вы предлагали... К сожалению, они, да, к сожалению, не отреагировали, ребята. Ни одного сообщения не было. И вот, ни одного сообщения. Значит, снимите, пожалуйста, транспорт. Ну, а почему мы не хотим заключить с колхозом Кирова сервитут? Дело даже не в этом. А те машины, которые проезжают, ну, обычные станичники, которые подъезжают к шлагбауму, на которую снова будут опустировать, открывают им багажник, показывают, что нет мусора. Они ведь проезжают по этой дороге без заключения этого сервитута. Они просто пользуются этой дорогой. Платно, либо бесплатно. Безусловно, бесплатно. То есть, если нам говорят о том, что вы с нами договор не заключили, я тебе пример привел, что есть необходимость заключения договора об установлении частного сервитута, я прямо сказал, дайте расчет, мы вам погасим без суда. У нас нет желания обсудиться. Вы на нас суд подаете. Мы уже все, все сняли. Снимите, снимите, сейчас. Он весь снят. Сейчас снимите, пожалуйста. Транспорт, который едет, я не снимаю, вы снимите. Граница земельного участка. Понимаете, здесь межевые знаки установлены. У нас вот как сельскохозяйственная у меня первая очередь, я хочу вам пояснить следующее. Что я вижу как человек со стороны. Какую картину мы наблюдаем. Мы видим, что стоит неубранное поле кукурузы. Так точно, да. Вот ребята находятся, которые являются непосредственно... Я вижу даже частный, не знаю, частный, не частный, легковой транспорт, который движется по нашей пашне. По нашей пашне, понимаете? Давайте... Есть всякое, значит, вот эти вот... Валерий Петрович, мне иван очень приятно. Валерий Петрович, наверное, с этого и надо было нам начать. Вот в данном контексте, что в первую очередь интересует? Есть гражданский процесс, еще раз, я вам поясняю. Который не позволяет ребятам убирать... Есть гражданский процесс, то есть здесь есть спор. И каждый стоит на своем. Спор, скажите, пожалуйста. Ребята, каким образом вы здесь оказались? Есть решение о собрании пайщиков. И они должны были выделиться в другом месте, где как бы никому не мешают. Есть подъезд свободный. Ну, тем не менее, выделились гражданский процесс. Каким образом там возбуждаются уголовные дела, я не юрист. Это, кстати, уголовное дело. Уголовное дело. В отношении кадастрового инженера, который таким образом, мы его незаконно выделили под замену участия. Причем это кадастровый инженер. Не из этого даже радиона. То есть был найден тот кадастровый инженер, который... Ну, я опять не полиция, я не могу тебе ничего. Ну, я правильно понял, что ров выкопали вы? С точки зрения защитить, скажем... Нет, я насчет рова вам пояснить не могу, кто его делал. То есть вы не сказали, что засыпали его? Нет. Ну, был ров, его засыпали. Вот кто его засыпал, я не знаю. А вырвал кто? А кто засыпал? Валерий Петрович, а вырвал кто? Я не знаю, кто вырвал. Засыпали вы? Странно, о сфере предостережения вносили. Я не знаю, кому там вносили предостережение. Это в другом процессе. Засыпали вы. Ров засыпали вы. Давно-давно рос сельхоз. Нет, подождите, подождите. Вы засыпали? Это кто? Это кто? Плодородного слоя. Это кто? Я представитель собственников этих земельных участков. А каких? Которым вы препятствуете в уборке урожая. Каких? А что значит препятствовать? Мы не препятствуем. Мы разве препятствуем уборке? Вы убираете. Но вы ездите без наличия... Без наличия права... ...собственнику земельного участка... ...дороги, уведомление. Вы без права пользуетесь... Мы оплатим, внесем плату за пользование вашей дорогой. А в каком размере? А почему вы не подписали? А вы не перебивайте, я вам скажу. Я вам уведомление сегодня отправил. Собственник у колхоза Кирова. О том, что... Уведомил о том, что производится сегодня. Значит, давайте... Это гражданский процесс, значит... Да какой гражданский процесс? Это гражданский процесс. Вы дайте расчет, мы вам оплатим. Участковые, давайте в законном порядке. Мы же не пытаемся безвозмездно вашу землю оплатить. В законном порядке. В законном порядке. Это просто будет решен. Блогеры молодцы, конечно, отреагировали. Все это ненормально. Все это ненормально. Ненормально уборка весной, ненормально с другой точки зрения человеческой, с сельскохозяйственной, с законной. Сейчас приедут участковые, мы вызвали. Да мы уже вызвали. В законном порядке. Вы не переживайте. Блогеры молодцы, отреагировали. Спасибо, ребята. Тем более, что сельхозблогеры. Я все равно несколько вопросов. Да, я давно занимаюсь этим профессиональным. Молодец, это отлично. Машина ездила? А, сними его дром. Как раз как у нас. Приезжай, приезжай. Что вы на какой-то дороге видите? Там же дороги. А, там тоже дороги переходят? Ну, это не надо. О! Слушай, а вы вообще сказали, вы какое-то отношение имеете к этим событиям? Перекрытие дороги. Слышишь, перекрытие дороги и постановка техники. Вот здесь стоит наша техника. Вот она, это наша техника стоит. Слышишь, перекрытие дорог. А вон там что стоит? Тоже ваш аксессор? Что? Я не знаю, там. Ром, ну поехали, проедем. Как вы видите, да, что происходит? В частности, конкретно вы видели, как выехала техника, как приехал мужчина на прекрасном Porsche Cayenne, рассказывая нам за какие-то гражданско-правовые споры. Ну, в частности, в данной ситуации мы видим... Камазом проедем. Мы видим следующую. Да, мы сейчас с ним и проедем. Мы видим следующую ситуацию. Обратируем внимание туда. Стоит Камаз, загруженный кукурузой. То есть кукуруза условно другого фермера, который хочет свой урожай вывести. Уважаемый товарищ, как зовут? Валерий Петрович Колпаков. Колпаков Валерий Петрович поставил одну технику, Ром. Покажи назад, пожалуйста. Поставили одну технику там. И сейчас, скорее всего, стоит на другом выезде. У нас тоже очередная техника. Но мы сейчас проедем заодно и посмотрим. Зафиксируем обязательно все госномера. Ну, чтобы понять, кому вообще, может, все-таки не Вадиму Петровичу принадлежит эта техника? Валерию Петровичу. Валерий Петрович. Простите, пожалуйста. Валерий Петрович. Я уже трушусь от холода. Ну что, погнали? Ребята, короче, сейчас едем с водителем. Везем кукурузу, попытаемся выехать с поля. Ну, посмотрим, что нас ждет. Так, оп. Шеф, я тут, правда, напачкану, но аккуратно. Тут уже записали такой экшен просто. Просто экшен. Сейчас мы через ров переедем, который они насыпали. Вернее, который Вадим Петрович выкопал ров. Мы сейчас должны будем через него перелететь. А там, короче, слева уже нам перекрыло дорогу. Ну, я не знаю, Кировец распрямил жадку. Вон он. Вон он стоит. Вадим Петрович, что за своего Кировца. Оп. Оп. Лихо, лихо. У нас крутой, вообще мощный водитель. Есть. Опа. Чур, чур. Всякие кнопочки. Компрессор тут даже есть. Продуть, если что, можно. Ребят, ну, сейчас мы ждем, что будет происходить дальше. С одной стороны нам дорогу перекрыли, а с другой сейчас мы посмотрим, что будет. Вот, ребята. Две единицы техники уже поставили. Сейчас мы посмотрим, что поставили. Я вижу, даже не две, по-моему. Камаз стоит. Два Камаза. А, два Камаза, ребята, стоят. Гала-концерт. Ребята, и это не 90-е. Вот такие войны происходят сейчас. Краснодарский край, Коренновск. Реально хотелось бы, чтобы кто-то разобрался с этой историей. Очень сильно бы хотелось. Посмотрите, вот один Камаз стоит полностью, да, мы видим. Насыпали кучу. Вон второй, да, подъезжает? Это не наш Камаз, да? Это не наш. Вон, смотрите, хопочки, водитель подъехал. Пойдемте спросим у ребят, что они делают и зачем. Вот дорога, которая ведет, ну, это уже муниципальная дорога, по которой спокойно, земли общего пользования, по которой... То есть, где она начинается, муниципальная? Муниципальная начинается, вот, попа Камаза стоит уже на муниципальной дороге. Угу, угу. Попа Камаза уже стоит на муниципальной дороге. Отлично. Ну, и есть. Можем показать, мы на планшете, откроется карта интернет? Помнишь, что мы смотрели? Да, конечно. Чтобы ребятам показать сразу, где мы находимся. Это конец. Желтым подсвечена гравийная дорога, объект капитального строительства. И, соответственно, вот как раз здесь нам перегородили проезд, соответственно, который ведет вот сюда, уже по дорогам муниципальным. в место, куда эта продукция должна была выгружаться. Это общий вид станицы Плотнировской. Но, к сожалению, интернет тяжеловато работает. То есть, это край населенного пункта. Проще говоря, по факту, ребята хотят, чтобы просто у вас все сдохло здесь. Нас фактически, да, заблокировали с одной и с другой стороны. Это, в общем, мы к этому в целом были готовы. Это было абсолютно ожидаемо. Именно поэтому мы и пытаемся придать определенную огласку вот этой ситуации. Потому что, ну, как верно отметил Валерий Петрович, ненормально, когда кукуруза урожая 23-го года убирается ранней весной 24-го года. Абсолютно ненормально. Так, ну, пойдемте снимем, ребят, покажем ребят, спросим их мнение, поговорим, что они скажут. Так, а где, где, кто? О, Рок, о, о. А он идет, или нет? Да я буду пока это место жить. Тут, 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 тут. Мужики, привет. Труженикам. Уберись, что за цирк. Почему цирк? Пойдем вот у этих мужиков. Мужики, отец, добрый день. Кто? Отец. Ну, вы же старше. Давайте познакомимся. Иван. Давайте с вами познакомимся. Тоже Иван. Я неплохой человек, я хороший человек, надеюсь. Отец, ну, расскажи, ну, что происходит? Нам никто ничего не докладывает. Ну, то есть вам сказал Валерий Петрович, правильно? Или Вадим Петрович, как его? Не, я стою, смотрю. Куда смотрите? Что здесь творится? Одного выпустим. А, то есть вот так вот, вон, кричит, одного выпусти. Коль, выпустишь одного? Коля пойдет, выпустит. А чем, просто приехали постоять, посмотреть? Ну, конечно. Мы? Ну, как, представляешь, такая история. Ну, как вот, вот может быть, что люди приехали убрать, и им никто не дает? Ужас. Что вот, ну, для чего вообще, вот, ну. Вы вот сами, как... Николай Иванович, отъедите. Пойдемте посмотрим поближе. Ребят, вот вы сами, как люди, которые трудитесь на земле, да? Которые работают постоянно, уборкой занимаются зерна. Как вот, вот, вот самим, вот, честно, вот, вот, вот эта вот вся движуха, как, нравится, нет? Ответьте, пожалуйста. Да идите занимайтесь своей работой. Непосредственно на своей работе. Пусть вот, не знаю... Без комментариев. Генеральная прокуратура, да, следственный комитет. Увидит, поймет, что вот на юге, в Краснодарском крае, что до сих пор творится. То есть, ну, мы же правильно понимаем, не 90-е годы. Как вот можно перекрыть дорогу фермеру, который убирает свою... Да мы на своей дороге стоим. Что-то там быстро. Ну, просто вот сами, как вот даже... Даже если, даже если мы сейчас возьмем, что это ваша дорога, вы же понимаете, что вы препятствуете уборке урожая. Я никому ничего не говорю. Видите, да, ребят, что происходит? То есть, просто ребята говорят, ну, мы стоим у себя на дороге, вот, любуемся. Вот, смотрите, один КамАЗ отъехал. Ну, не будут же ребята, чтобы убрать свое зерно, кидаться под него. Просто не будут, ну, не знаю, жизнь, наверное, не стоит этого зерна. Ну, просто как в современном мире, на юге Краснодарского края, ребят, мне когда рассказывали за такие истории, честно скажу, я, ну, я не верил. Вот, выпустили, кстати, нашу машину. Нашу машину выпустили. Ребята, ура, это победа, это одна машина. Ну, то есть, можете посмотреть, да, что происходит? То есть, собралась целая делегация ребят, которые хотят убрать свою, свою землю, да, по факту, это земля их, убрать своей техникой. Но появляются какие-то люди, которые, ну, по-другому никак не назвать, как воспрепятствуют уборке урожая. Ну, вот я, представьте себе, аграрный блогер, да. Езжу по всем. Вы поработали в сельском хозяйстве, вы знаете, да, всю фаткуру, обстановку, как это все происходило. Больше скажу, да. То есть, вы постоянно с этим. Я постоянно сталкиваюсь, знаете, и вот я в очередной раз скажу, честно сказать, вот за годы мы с 16-го года занимаемся блогом, да, у нас, в принципе, самый крупный блог в России по сельскому хозяйству. То есть, география наших съемок, ну, не заканчивается, даже в СНГ странах были, то есть, не заканчивается югом России, то есть, мы не, просто мы живем здесь на юге, да, ну, в принципе, ездим полностью по всей России. И вы знаете, мне, когда рассказывают подобные ситуации, ну, вот как здесь сейчас, да, в частности, происходит, то есть, мы понимаем, зачем вывод этот ров. Ну, в принципе, я понимаю, да. Я понимаю, почему сейчас там стоит техника, я понимаю, почему вот этот товарищ там меня ногой чуть ли не выпинывал, ну, водитель. А что вы делали, что он выпинывал? Поговорить с ним хотел. А как вы хотите? А я вот так поднялся, он стоял, да? Вы куда поднялись? Ну, по ступенечкам. Ну, то есть, вы на трактору самоуправленно поднялись. Что значит, самоуправленно, простите? Ну, а как вы имеете право на технику работающую? Какую работающую? Техника стояла заглушенная. Какая разница? Не заглушенная, а какую работу? Ну, пускай, пускай даже. Пускай, пускай, пускай. Вот машина моя, на капот залезть. Если ему нужна была помощь, он был обратен. А какая разница? Ну, привлеките тогда меня, за то, что я залез. Я, конечно, поезд не подаю. Обязательно. Обязательно. Ну, ничего себе, ничего себе. Вы на диалог напрашиваетесь человеку, который находится на работе. А почему нет? Что здесь такого? Ну, как там не странно, ладно. А почему нет? Ну, вы дальше, дальше, извините. Ну, понимаете, мне странно. Для блогера понятно, значит, заработать... Что? Лайки. Лайки, просмотры, комментарии. Молодец, Ваня, он залез. Спасибо. Он защищает права. Знаете, на самом деле, я вот просто смотрю... Просто давайте об интересных вещах, те, которые вы начали. По факту давайте, правильно. Да, вот вы там в Россию проехали, аж с 16-го года вы в сельском хозяйстве. Спасибо, что забыл. Я ела с 80-го, да. Хорошо. Очень хорошо. И вот, и вот катаясь по нашей необъятной стране, в стране, вернее, да, в виде крутых фермеров, которые занимаются, продвигают какие-то новые технологии, внедряют, да, в сельское хозяйство. А вы на кого сейчас показали? Я не на кого, я просто... Вот это... Валерий Петрович. Вот позвоните... Вы какого лица, Валерий Петрович, вы у меня тоже спросите, я собственный, стою из собственников этих семейных участков, эти собственный... Подождите, мы с Иваном разговариваем об интересных вещах, а вы пытаетесь ввести в заблуждение, ввести абсолютную хинейку. Евгений, у меня от документов полная машина. Да ради бога, ради бога, эти документы вы предъявили в суде, мы там занимаемся этими вопросами. Ребят, на самом деле... Мы идем вам навстречу во всех вопросах. Ничего себе, я не знаю, навстречу. Собрание выделило земельные участки вам возле речки. Но рвы вырыли, вам предостережение внесли, вы ничего не сделали, потому что вы это сделали. С какой целью, чтобы мы туда не попали? Сделали, мы не сделали, эти вопросы где-то в другом месте решаются. Почему не здесь? Здесь стоят блогеры, мы хотим... Валерий Петрович, вы куда-то в сторону улетели. Вы в сторону нас отвлекаете, я интересный человек. Тяжело ответить на мои вопросы. Валерий Петрович, вот знаете, что мне интересно? Я говорю, вот просто банальный и простой вопрос. Сейчас техника ваша, ребята, перекрыли вон там дорогу. Они не перекрыли, они стоят на нашей дороге. Наша техника стоит на нашей дороге. Ну мы сняли, как это выглядит. Да. Есть, знаете, самозащита права, да? То есть мы свое право имеем право защищать любым законным способом. Вот есть незаконный способ, да? Напали, мордобой, палки биты, значит... Ну слава богу, что вы хотя бы не в 90-м. Слава богу, нет. Ну слава богу, 16-го года этого нет. Я думаю, что уже у нас такого нет. Значит, мы защищаем свое право законным способом. Понимаете? У нас есть право, мы его защищаем. Законный. Если это незаконный способ, давайте его прекратим. Слушайте, ребята, это незаконный способ защиты вашего права. Можно вам вопрос, Валерий Петрович, можно вопрос? Скажите, пожалуйста. Почему нельзя просто дать ребятам умрать свое зерно? Дать с ними договориться с... Каким образом, по-человечески, по-блогерски, посредине нашего поля оказался участок, позже выделенный, позже выделенный, при наличии протокола собрания, где проголосовали все пайщики о выделении в другом, совершенно удобном месте, совершенно удобном... Не-не-не, вы же говорите правильно, где вы решили большинство... Да не, мы решили! Да, безусловно, эта администрация не имела никакого права предоставлять в аренду земельный участок под дорогой. Но, знаешь, это равносильно тому, что у меня есть документы на дом, то есть есть зарегистрированное право на жилой дом, расположенный на муниципальной земле. По факту дома нет. Остались руины. Есть только свидетельства. Я иду в администрацию, прошу предоставить мне собственную аренду земельного участка. Что администрация сделает? Она мне откажет и скажет, что у вас объекта недвижимости на самом деле нет. Но и здесь то же самое. Есть, может быть, когда-то эта дорога отличала критериям объекта капитального строительства. Сейчас, ты сам прекрасно видел, ее тяжело назвать гравийной дорогой. Безусловно, это не объект недвижимости. Дорога всегда была улучшением земельного участка. Ведь, я еще раз повторю, мы когда выделяли эти земельные доли в земельном участке, земельного участка под дорогой не существовало. То есть, мы показывали для регистратора доступ там, где мы с тобой находились. И регистратор это видел как землю общего пользования. Как чья-то частная собственность, эта вещь появилась после наших выделов. То есть, когда на публичке сфера увидела земельные участки, что она сделала? Естественно, она побежала в администрацию, предоставьте нам земельный участок под дорогой. Потому что дорога до того, как возник участок под ней, ее на публичке не было видно. Это был так называемый линейный объект без картина от границ. А с появлением земельного участка для колхоза стало все проще. Для понимания, сфера и колхоз Кирова, принципиально, это одна организация, подконтрольная одним лицам. Фактически все активы находятся в сфере колхоз Кирова. Они сохранились с такой организационно-правовой формой, которую, наверное, мы мало где увидим. Это опять же вопрос к налоговой, как могла сохраниться такая организационно-правовая форма. Но это уже другой вопрос, куда я сейчас не хочу манипуляться. Валерий Петрович, прошу прощения. Это дело находится в суде, и судьи удивлены. Валерий Петрович, давайте, если не будем кривить, аудиторию объясним, по-честному скажем, что просто это называется... Мы вам, ребята, предлагали вон там взять. Да не мы вам предлагали. Если вы не хотите, мы вам работать не дадим. Есть законный порядок... Так мы про законы или про человеческие сейчас говорим? Про законы... А у нас что, законы не человеки пишут? Ну, не про это, да. Стоп, 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 давайте разберемся. Законы в Российской Федерации, кто пишет? Ну, кто может писать? Ну, кто пишет? Ну, сейчас-то мы же, я же говорю, основной вопрос нашего спора, что не дается... Почему нельзя дать ребятам... Почему не дается? Почему не дается? Ну, вот оно, вот это вот. Вот такая пачка предложений по сервитуту на дорогу. Значит, мы, во-первых, не знали о вашем визите. Во-вторых, очень приятно познакомиться. С 16-го года профессионально человек занимается сельским хозяйством. Есть чему посоветоваться с вами. Хотелось. Всю страну проехали. Ну, не всю, куда уж ее не проехать. Вы, может, тоже что-то хотите? Нет. Никогда такого не видели, как посредине чужого участка вырезается земля и, как бы, и вперед качаются права, приглашаются блогеры, юристы, которые не знают своего работодателя. Говорят, я предприниматель, я здесь просто как предприниматель. Я приехал, так, и у меня полный багажник документов. А работодателя у меня нет. То есть я не заинтересованное лицо, я постороннее. Стоит тут судья. То есть, ну, правильно я понимаю, что все-таки, ну, неудобно то, что они договорились, что в центре, ну, условно, я так понимаю, ваше выполнение. Что значит неудобно? Ну, ванк. Проверяли тот вариант, который предлагал нам общее собрание. Я же не из воздуха беру эти версии. Мы этот проект межевания, который нам применяло общее собрание, мы его предоставили, когда с моим инженером он сказал, что выделить в таком варианте невозможно. Там отсутствует доступ к землям общего пользования, где одной из причин является наличие там каналов по поконтурной ведомости. Я, кстати, не знаю, они на самом деле существуют или нет, но это, по данным госфонда, они там есть, и я не могу показать, что их нет. Я не колпаскированный сверху, я хочу делать по закону. Я не царю. Инженер дал заключение, мы, кстати, его представили в суд, о том, что в том варианте, который предлагает общее собрание, в индивидуальном порядке выделить земельные доли, невозможно. Там гражданский процесс, что значит вам неудобно? Это ненормально. Ну вот я все спрашиваю. Если с законной точки зрения ненормально, с человеческой точки зрения ненормально, с любой точки зрения ненормально. Господа, вы хотите послушать другую сторону? Ну я внимательно просто... А вы потом сядете спокойно за стол. Я с удовольствием рядом с Валерием Петровичем стану и объясню. Значит, но если с законной точки зрения мы рассуждаем, то земельные участки выделены, поставлены на кадастровый учет, зарегистрировано право, погашено обременение. Это что означает с точки зрения закона? Что собственники земельных участков вправе самостоятельно обрабатывать принадлежащие им земельные участки, пока не будет подтверждено иное. То есть у меня сейчас все законные права обрабатывать земельный участок. Я выделил... Люди выделили свои земельные доли, как только прежние... Я же вас не перебил. В последний раз, когда выступали, я вам... Да, можно снять. Очень внимательно. Свободно они находятся на поле. Значит, как только появились эти земельные участки на публичной кадастровой карте, колхоз Кирова тут же побежал ограничивать доступ к землям общего пользования каким способом. Говорит, что вот это покрытие, гравийная дорога, это недвижимое имущество, предоставьте мне под ним земельный участок. Гравийная дорога, которую колхоз Кирова, собственно, на протяжении последних пяти лет довольно систематически в других местностях Платнировского сельского поселения снимал, недвижимое имущество. Но здесь, тем не менее, считают, что это недвижимость. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть любые способы воспрепятствовать законной хозяйственной деятельности. То же самое, как и вот этот ров. Нет никакой другой причины его возведения, кроме как ограничить доступ к этим земельным участкам. Соответственно, если мы говорим о последовательности, с какой целью тогда ограничивать проезд. Я сегодня утром заказным письмом с уведомлением в адрес Калхускирова направил уведомление, в котором я писал, вы осуществите расчет, направьте, мы внесем вам плату за фактическое использование. Мы не собираемся судиться, мы говорим открыто, где сделайте расчет, сколько мы вам должны за пользование этой дорогой, мы оплатим. То есть, давайте, если мы говорим о конструктиве, то у нас нет никакой необходимости судиться. Мы говорим о том, что если это ваша собственность, мы не можем пока доказать иного. Хорошо, мы вам заплатим за пользование вашей собственностью. Нам обратная сторона что показывает своими действиями? С одной стороны, трактор перегородил дорогу, с другой стороны, автомобили, которые с барского плеча говорят, ладно, одна машина проедет. Ребят, мы с межной землепользователя или кто? В чем незаконность наших действий? Да, собственно, я честно скажу, я даже отвечать на этот вопрос не хочу. Это абсурд. Вы же умалчиваете, по какой причине вы траншеиваете? Лишний диалог. Вы же не... Валерий Петрович, давайте так. Интересно пообщаться с Бойером. Ответ на ответ. Вот я вам несколько раз... Валерий Петрович, я навязываю диалог со стороной вот здесь, в поле. Вам сложно ответить на вопрос, с которым мы находимся в суде. Давайте мы в суде будем эти все вопросы решать. Да я не хочу судиться. Зачем мне судиться? Да вы судитесь, у вас полный багажник документов. У меня ни одного документа. Вы и обратились в суд с иском к собственникам, к бедным крестьянам? А, бедные крестьяне, да? А эти крестьяне вообще знают, где выделены их ПОИ? Безусловно, знают. Я от их имени не говорю. Понятно, вы от их имени говорите, они даже этого не знают. Понимаете? Вы же говорите с точки зрения закона? С точки зрения, я законный представитель этих собственников. А вот с точки зрения блогера, эти крестьяне даже не представляют. Так а вы дифференцируете это? Конечно. А с какой стати? Ну, если вы человеку говорите прямо, давайте с точки зрения закона обсуждать, и тем не менее, прямо уклоняйтесь от ответа. Есть такое понятие, словесная эквилибристика. Супробуй начать. Вот эту вот эквилибристику вы будете применять в суде. Поэтому я... У вас настойчивое желание судиться. Дальнейший диалог, почему? Настойчивое желание судиться у вас. Не нормально. У нас происходит, может быть, три судебных процесса. У вас происходит... У вас? У кого? Я представляю собственника... Так точно. Значит, у вас... Ни одного иска мы к вам не предъявили. Значит, у вас 30 процессов, как минимум, только по станице Плотнировской. У кого у вас, Владимир Петрович? У вашего работодателя? У меня нет работодателя. Я индивидуальный предприниматель. Я оказываю услуги этим физическим лицам. Да, я знаю. А о каком работодателе вы говорите? Значит, вам платят физические лица. Ну, вы хотите... Вам платят... Нет, подожди. Нет, ну, здесь как бы... Ответьте мне на один вопрос, я вам на три вопроса. Вам платят физические лица или... Ответьте мне на один мой вопрос, я на три ваших вопроса отвечу. Вы же не хотите? По какой причине я тогда должен вам на ваши вопросы? А вопрос в чем заключается? С какой целью вы эту траншею развеете? Мы не успокоимся пока. Пока они все-таки не зароют эту траншею и перестанут чинить нам препятствия. Безусловно, конечно, будем придавать удар глазки. Пусть будет соответствующая реакция и от надзирающих органов, и от администрации. Ну, потому что оставлять эту ситуацию в таком виде мы не готовы. Конечно, мы такими методами, как они, работать не будем, да и не хотим. Безусловно, будем делать только все, что предусмотрено законом. Потому что такие способы, которые используют Валерий Петрович, ну, они как минимум не законны. Безусловно, мы будем в рамках законы требовать всего, что должны были получить люди. А кто сказал, что мы разрыли траншею? Вы утверждаете это? Я утверждаю. В адрес причинителя... В адрес причинителя Роспотребнадзора внес предостережение... На каком основании? Вы у меня это спрашиваете. На каком основании? Наверное, потому что вы нарушили плодородный слой почвы. И какие были санкции? Может быть, Роспотребнадзор или Росприроднадзор не разобрался? Или Роспотребнадзор... Вы, может, попробуйте посудиться с ними. Вы очень любите. Нет, ну как бы нам приходится судиться, никаких санкций нет, я не помню, чтобы... Но ответа, тем не менее, нет. А вы хотите от меня как-нибудь услышать? Вопрос в чем заключается? А с какой целью вы эту траншею вырыли? Ну а кто сказал, что это мы вырыли? Я говорю, что это вырыли. Спросите его, стоит гражданин, просто человек. С какой целью вы вырыли траншею? Он сказал, я не вырыл. Так же я вам... При царе Горохе она вырыта, я не знаю. Я не вырыл эту траншею. Понятно. И этот человек не вырыл. Под контрольный вам юридический... Валерий Петрович, и под контрольные вам юридические лица тоже этого не делали? Под контрольные кому? Вам лично. Общество СССР и КОМИНИКИРОВА. А почему мне под контрольные эти лица? Странные какие-то вещи. Ну я думаю, зрителям и так будет все понятно. В общем-то я то, что хотел сказать, я и так сказал. Зрителям правильно сказали, все понятно. Зрителям все понятно. Не, ну на самом деле... Зрителям понятно, что... Очень все понятно. Есть земельные споры, да, и они как бы решаются. Алло. Ну легкое такое, легкое настроение там вот в виде комментариев, как там... Мальчик родился тогда, когда я начал заниматься. Вы пытаетесь... Это вы в адрес кого сейчас это сказали? Что? Ну мальчику все равно. Это вы только что сказали в мой адрес. Я сказал, ваш адрес... Да. Это оскорбление или что? Ну что вы... Я с вами... С кем я вообще сейчас разговаривал, скажите? Вот я сейчас разговаривал с кем-то по телефону. Да, и сказали, что мальчик Ваня родился тогда, когда я начал заниматься сельским хозяйством. А мальчик Ваня это кто? Ну наверное, я же здесь стою с вами. Блогер Ваня же учит. Вас как разговаривать, хотя я не... Вы слушаете чужие телефонные разговоры, которые же подслушиваете. Методика хорошая. И просмотров наберем. Просмотров наберем. Ребята, подписывайтесь на блогера Ивана. Фамилия... Как у вас блог называется? Аграрная Россия. Аграрная Россия. Подписывайтесь, ставьте лайки. Комментарии скажите, что мне обязательно написали. Пишите комментарии. Ребята, обязательно уникальная просьба, особенно к моим коллегам, блогерам, особенно ребятами, кто занимается зерном. Распространите этот видеоролик везде и обязательно по возможности... В странах НАТО. В странах НАТО? Да, в странах НАТО. Вы фанат стран НАТО? Я? Ну да. Да, я вчера что сказал? В странах НАТО. Да, распространите, пусть посмотрят обстановку. Ну, я думаю, вы видите, сами понимаете, какой разговор с Валерием Петровичем может получиться. Шуточный разговор. Шуточный на самом деле. И очень много. Так я, видите, блогер Иван. Я послушал вас. С огромным опытом работы в сельском хозяйстве. Я вот вас послушал. Ну, и в принципе, я думаю, мне и нашим зрителям, наверное, достаточно этой истории, чтобы сделать, составить какие-то выводы, посмотреть на историю, как бывает. Возможно, каким-то правоохранительным органам обратить внимание на эту ситуацию, разобраться в ней. Потому что, на мой взгляд, как человека, который переживает в первую очередь за нашу страну, за производственную, продовольственную безопасность. Вот в этих самых странах НАТО сельским хозяйством, скажем так, на пахотные земли допускаются лица, имеющие специальное образование. Причем, иногда это достаточно жесткие требования. Вот. У нас, к сожалению, сельским хозяйством могут заниматься, ну, к примеру, как вот этим участком стоматологии. То есть человек, имеющий профессиональное познание в стоматологии, занимается землей. К чему это приводит? Ну, это невозможно делать выводы вот сейчас, по вот этому утру сегодняшнему. Хотя, понятно, в какое время производится уборка кукурузы, в связи с чем. То есть вы считаете, в странах НАТО лучше, да, подход, чем у нас? Я считаю, что в странах НАТО во многом лучшие подходы в каких-то вопросах. В том числе по отношению... Нет, подождите, наше государство... Не путай сюда государство, я говорю о том, что... У нас помощь государственная малому и среднему бизнесу, например, очень... Не путай сюда помощь, не путай сюда... Абсолютно. Я не знаю, почему разговор взошел про страны НАТО. Ну, давай так, ни для кого не секрет. НАТО это военный блок. Если у человека была речь... Если человек говорил о Евросоюзе, ну, такие, знаешь, это оговорка по Фрейду, наверное. По-другому не могу это назвать. Я же задал вам вопрос о том, что вы говорите, что в странах НАТО лучше системы, а вы говорите, да. Ну, я говорю, вот я так не считаю. Извините, я не помню ваше имя, отчество. Валерий Петрович. Валерий Петрович, ну, честно, я так не считаю. Я считаю, что у нас государство, даже в такой тяжелой ситуации, очень сильно борется за то, чтобы каждый человек мог, там, как-то развивать свой бизнес. Там, сельхозбизнес, у нас страна во многом аграрная. То есть, а вы говорите, что да нет, никто не должен в это идти, должен только получить образование, идти работать. Да, я считаю так, да. Там у меня один вопрос. Пустят, выпустят машину, чтобы вывозить... Вывозить урожай, или не выпустят. То есть, я так понимаю, что сейчас там машины перекрыли въезд только для одной цели, чтобы больше они не заехали. Выпустят сегодня машину. На ворку. Иван, вы замерзли. Я сильно замерз. Вам будет куда дать? Сложные вопросы для того, чтобы на них дать ответы. Да не нужно, спасибо огромное. Не, не, нормально, нормально. Это сверхладение шерчет. Да, я пойдет, я мерзляк. Люди страдают и спрашивают, урожай погибнет все-таки или не погибнет. Это реально сотрудники скорой помощи? Это не скорая, они просто машины. А, тю. Тю. Жесткая, ребята, ситуация. Жесткая. Очень жесткая ситуация. Максимально неприятная. Да жесткая она тем, что, понимаете, ну, в такой период, ну, когда в стране мы и сами понимаем, нужно поддерживать и сельское хозяйство по понятным всем причинам. Вот эти все высказывания наших оппонентов для меня не совсем ясны. Но и опять же, ну, есть насущная проблема. Человек упрямый, говорит, я не хочу, чтобы по моей дороге ездил какой-то Арутюнов. Я ему пытаюсь объяснить, что это собственники, это люди, крестьяне, сами обрабатывают свою землю, они от вас ушли, чтобы самим обрабатывать. Выпустите их урожай, они вам оплатят стоимость проезда по этой дороге. Которая, ну, сказать... Ну, сколько она может быть, эта стоимость? Да сколько бы она ни стоила, но мы понимаем, что в этой ситуации нам проще заплатить за пользование этой дорогой, но сохранить урожай. Ну, граждане нам может сказать, что стоимость, не знаю, проезда по этой дороге 2 миллиона долларов? Ну, если он поддерживает НАТО, может быть, и может. Но вопрос в другом. Человек уже прямо сказал, что он хочет по этому поводу судиться. То есть это какая-то ненормальное желание по любому поводу судиться, вместо того, чтобы прийти к какому-то конструктивному диалогу. Даже если предположить, что это его дорога, мы ему открыто говорим, дайте расчет, мы вам без суда оплатим. Человек прямо говорит, нет, я хочу судиться по этому поводу. Судиться ради того, чтобы урожай погиб. Я почему и начал с того, что, ну, наверное, в этот период не совсем логичны такие решения. Слушай. Как по-другому это объяснить? А мы не можем по вот этой, вот, допустим, вот эта их дорога, а вот эта же не их дорога? Это не их дорога. Но мы, по ней техника проехать не сможет, а даже если она проедет, то в конце она все равно упрется в технику этого предприятия, которое просто перегородило проезд. То есть мы фактически сейчас заблокированы с двух сторон. Нам говорят, нет, вы по этой дороге свой урожай вывозить не будете. Мы говорим, мы заплатим за проезд. Нам говорят, нет, мы по этому поводу с вами посудимся. Как объяснить это поведение, ну, мне, честно говоря, тяжело ответить. У меня на спине написано. И что? Пункт статьи какой, скажите. Ну, чтобы вы понимали, про что я говорю. Вы со мной как с кем разговариваете? Как с юристом? Мы не даем вам оценки. Вы можете говорить что угодно. Вы уже сегодня столько интересных вещей рассказали, на самом деле. Вы можете говорить абсолютно что угодно. Что вам просто хочется, то вы и можете произносить. Оценку вам даст уже другой либо орган, либо человек. Я в свою очередь просто осуществляю съемку, фиксирую, записываю. Внимание, орган вызвали именно мы. Именно мы считаем, что наши права нарушены. Техника, вы воспрепятствуют уборке урожая. Еще раз. Здесь вот у нас сотрудники полиции. Техника, госфера, которая хочет поехать на свой поле. А там давайте пройдем с камерой. Так, только руки, руки, руки. Я женщину люблю. Я понимаю, что простого зрителя можно где-то обмануть, который не знаком. с техникой, который не понимает. Его можно обмануть. Но, ребята, кто в теме, просто, наверное, с первых минут видеоролика вы уже поймете, о чем идет тут спор и в чем идет суть. То есть, я думаю, зрители за нас... Ну, конечно, конечно. Я думаю, вас не смотрят же ваш блог, люди посторонние, рожане, которые не имеют отношения к сельскому хозяйству. Ну, и такие тоже бывают. Это специалисты, да? Смотрят. Как? Ну, кто так, кто имеет отношения к сельскому хозяйству. Да, конечно. Правильно вас подпишут? Конечно. Я надеюсь. Может, и не надеяться. Не дадут нам сегодня выехать, да? А, что вы... И заехать, видимо, тоже. Ну, заехать точно уже не дадут. Ребят, если в двух словах и коротко... Никому не нужен урожай. Если в двух словах и коротко, какая история? То есть, просто человек своим принципом показывает, что, ну, не будете вы на этой земле работать, не будете вы здесь убирать свой урожай. И всеми возможными и невозможными... Ну, как это сказать? Силами вся эта история будет предотвращена. В принципе, возможно, кто-то посмотрит наш видеоролик. Ребят, если у кого-то есть схожая, похожая ситуация, внизу есть у нас контакты на нашу почту. В любое время можете написать, и мы обязательно осветим и вашу историю. Ну, а здесь мы еще, собственно говоря, не заканчиваем. Ребята, мы отъезжаем. Выпускаем вас. Вы хотите выехать, выезжайте. Мы хотим заехать. Мы заехали. Прошу, у нас техника... Да, мы уже начинали этот урожай. Да, молодцы. Да, молодцы. Запустить, запустить. Дадите убрать урожай? Вы убираете урожай. Да, вы машины не запускаете. Да, машины должны, чтобы заехать. Я вас договорчик уже... Ну, то есть, не дают и заехать, не запускаете. Почему? Подпишите договор и заезжайте. Мы вам в письменном виде написали. Дайте расчет, мы вам оплатим деньги. Вам же деньги нужны. Мы вам сказали, мы вам без суда дадим деньги. Нет, значит, послушайте. Договор, ваш адрес направлен. Три с половиной года назад. Да не надо лукавить, ничего вы не присылали. В ваш адрес направлены договоры. Три с половиной года. В адрес восхода. Не ваш. Вы кого представляете сейчас данный момент? Я еще раз вам повторяю. Вам люди направили в письменном виде. Я не знаю, это красиво. Я не знаю. Дайте расчет, сколько вам заплатить. Мы вам заплатим. Еще раз, здесь находится техника восхода. Люди здесь не кричат. Люди здесь не кричат. Вы же хотите с точки зрения закона разговаривать? Так точно. Техника восхода. Собственно. Восход. Семельные участки принадлежат физически. Восход договор направлен три с половиной года назад. Собственники семейного участка говорят вам, они вам готовы внести плату за проезд. Вы говорите, нет, я хочу сутиться. Вы когда направили письма? Валерий Петрович, когда вы направили эти письма? Когда у страны и так тяжелое положение, вы делаете ровно то, что нужно врагу. Да, у страны действительно тяжелое положение, но паразитируете на этом. Вы пустите технику или не пустите? Значит, вы сейчас паразитируете на каком-то тяжелом. А кто сказал, что в стране тяжелое положение? Вам настолько тяжелое, что вам необходимо ездить по чужой пашне. Никто не ездит по чужой пашне. Еще раз, еще раз, поясните мне, пожалуйста, насколько тяжелое положение у страны, что вам необходимо ездить по чужой пашне. Это вы сказали, тяжелое положение у страны, и мы должны проехать по вашей пашне. Хочу. Там урожай гибнет. А в связи с чем гибнет урожай? Потому что вы сейчас устраиваете цирку, вы траншею вырыли, вы заграничили доступ, вы настолько успешные фермеры, понимаете, люди еще посеять не успели, вы уже убираете. Люди еще не посеяли даже. Вам спасибо. Даже срок села, кукуруза еще не настал, вы уже убираете. Вы настолько молодцы. Успешные фермеры. По моему состоянию, я уже увидел здесь очень много разных историй, услышал. Это разговор слепого с Лухим. Факт есть того, что нужно убрать урожай, его просто нам препятствуют. Всяческие уборки. Вот покажи этих товарищей, пусть вся страна их запомнит. Вам препятствуют. Вот видеооператор. Мне препятствуют. Вот собственник, пожалуйста, давайте покажем. Блогер только что сказал, да? Я правильно слышал? Правильно, да? Нам мешают убирать. То есть очень интересный вы представляете, блогер. Ой, ну у нас игра слушает, что ли? Нам. Ну скажите, у нас игра слов. Меня пригласили, ребята, осветить. Ну если вам, лично вам мешаем, тогда предъявите документы на урожай. Полным-полным участникам. Нет, нет, не к вам вопрос. Блогер. Блогер. Мы мешаем блогеру убирать урожай. Вопрос к блогеру. Ну это у нас разговор, понимаете, но... Значит, еще раз говорю, ребята. Я выпущу, но никого не запущу. Я очень жалко. Потому что все враги кругом. Кто враг? Да мы друзья. Вы в зеркало посмотрите. Мы с вами друзья, ребята. Мы с вами друзья. Мы с вами на геологии постоянно. В зеркало посмотрите. И подумайте, какой след вы оставите по жизни. В первую очередь. Ну, мы поедем. Есть вещи, что надо дебокировать бесполезно. Жаль. Очень жалко. Следа по щеке.